Кончилось лето, а это значит, что у детей начались школьные будни. И всё бы хорошо, всё под контролем. Но каждый родитель волнуется, пока ребёнка нет дома. А ведь главной причиной волнений становится дорога в школу и домой сына или дочки. Начинается новый учебный год. Школьники приступили к занятиям. Это значит, что теперь они практически ежедневно будут передвигаться из дома к школе и обратно, посещать кружки и секции. Чтобы этот путь был как можно более безопасным, хотелось бы в первую очередь обратить внимание взрослых, родителей и педагогов, что в сентябре особенно актуально. Ещё раз напомню детям о безопасном поведении на дорогах. Изучите с ребёнком маршрут из дома, в школе и обратно. Пройдите этот путь с ребёнком несколько раз вместе. Объясните ему, как правильно и безопасно перейти через дорогу, как вести себя во дворе. Обратите внимание на опасные участки дороги. Строгое соблюдение требований сигнала светофоров. Расскажите ему о пользе использования световозвращающих элементов и позаботьтесь о том, чтобы этот полезный аксессуар всегда присутствовал у ребёнка. Обязательно напомните, что, переходя проезжую часть, нельзя отвлекаться на разговоры по мобильному телефону, писать сообщения, общаться с друзьями и попутчиками. И, конечно, переходить дорогу необходимо по пешеходному переходу, убедившись в собственной безопасности. Будьте максимально внимательны, находясь за рулём автомобиля. Если с вами в автомобиле находится ребёнок, не забудьте проверить надёжность крепления детского удерживающего устройства и правильно ли пристёгнут ваш юный пассажир. Строго соблюдайте скоростной режим, особенно вблизи образовательных учреждений. Помните, что в период адаптации и интенсивности дорожного движения и рабочему ритму после длительных летних каникул ребята могут быть рассеянными и невнимательными. Бытовые привычки могут быть полезными, безобидными, а также вредными. Но и безобидные в быту привычки становятся вредными и опасными, превращаясь в ситуации «ловушки на дорогах», предупреждают юных пешеходов сотрудники госавтоинспекции города Артёмовского. Так привычка оценивать обстановку без оглядки, между прочим, очень опасна. Проезжую часть необходимо осматривать с особым вниманием, поворачивая голову, чтобы обязательно убедиться в безопасности. Даже при зелёном сигнале светофора нельзя начинать движение, не убедившись, что все автомобили остановились. Привычка выходить или выбегать из-за препятствия, мешающего обзору, не убедившись в безопасности, может также стоить жизни. На дороге любое препятствие, являющееся помехой обзору, это сигнал возможной опасности. Выходить на проезжую часть из-за кустов, деревьев, из-за столба, забора, стоящего автомобиля и тому подобное. Можно только, если хорошо видно, скрывается что-либо за препятствием или нет. Выбегать из-за препятствия нельзя. Привычка выходить или выбегать из-за препятствия, не убедившись в безопасности, опасна еще и потому, что она автоматически распространяется и на движущиеся препятствия, то есть на движущийся транспорт. Движущийся транспорт, как приближающийся, так и удаляющийся, это тоже препятствие, которое может скрывать опасность. Выходить на проезжую часть в этих случаях можно только после того, как автомобиль отъедет на такое расстояние, когда обзор дороги открыт в обоих направлениях. Привычка начинать или изменять направление движения на дороге, не оглядевшись, тоже опасна. Дорожная обстановка характерна как внезапным возникновением опасности, так и скрытыми опасностями. Привычка бежать к интересующему человеку или объекту без всякой осмотрительности, поддавшись первому порыву. Об опасности такого поведения уже было сказано в предыдущих двух случаях. Коротко говоря, это внезапное появление на проезжей части без всякой уверенности в безопасности. Такая же ситуация складывается в случаях, когда дети вырываются из рук родителей. Привычка совмещать движение с оживленной беседой, беседуя во время движения через дорогу. Невозможно наблюдать за дорожной обстановкой. Все внимание занято разговором. Привычка оглядываться во время движения. Оглядываясь назад при пересечении проезжей части, вы утрачиваете возможность наблюдать за обстановкой на дороге. Привычка сразу же поднимать упавший предмет, наклоняясь за каким-нибудь предметом на проезжей части. Человек, естественно, не может видеть, что происходит вокруг. Привычка, не оглядываясь назад, пятится. В этом случае внимание приковано к видимой опасности, которая впереди. Отступая назад, человек не видит, что происходит за спиной. Привычка двигаться к цели кратчайшим путем. Движение через проезжую часть наискосок опасно тем, что обзор оказывается возможным только с одной стороны, слева или справа, в зависимости от направления движения. Привычка пренебрегать осторожностью в тихом месте. Тихие улицы тоже очень опасны. Транспорт там появляется редко, и создается ложное представление об отсутствии угрозы. Водители по таким улицам двигаются быстрее обычного, не предполагая появления пешеходов на проезжей части. Опасность бытовых привычек в условиях дорожного движения вроде бы очевидна. Но задумывались ли вы над этой опасностью? Скорее всего, нет, потому что все заканчивалось благополучно. Действия на дороге, повторенные неоднократно и оставшиеся без последствий, перерастают в привычки. Но переходя через дорогу, нельзя действовать по привычке. Следует исходить из предположения, что в этот раз знакомая ситуация может не повториться. Даже зеленый сигнал светофора не гарантирует безопасности. Он лишь разрешает движение. Уважаемые педагоги, без вашей поддержки и деятельного участия сложно рассчитывать на эффективность работы по повышению безопасности детей на дорогах. Ежедневно после уроков или перед выходом из школы напомните детям о соблюдении правил дорожного движения, о необходимости быть внимательными, и осторожными на дорогах. По возможности контролируйте наличие у них световозвращающих элементов на одежде и на школьных рюкзаках. Субтитры создавал DimaTorzok